Всем привет, друзья! Настало время для огромной подборки самых удивительных товаров с Алиэкспресс, которые вас точно впечатляют. Это я вам обещаю. Но самых внимательных зрителей в конце видео будет ждать конкурс на новый Samsung Galaxy A50. Поехали! Эта точилка для ножей представляет из себя два прута из углеродистой стали с насечками, которые предназначены для правки лезвий. С помощью этой точилки нельзя кардинально изменить угол заточки или другие конструктивные характеристики лезвия. Но легко можно исправить небольшие изъяны и придать лезвию такую же остроту прямо как после упаковки. Для обработки лезвие прижимают к точилке режущим краем и несколько раз проводят по всей длине кромки. Устройство для заточки имеет две стальные пластины, между которых устанавливается лезвие ножа. Такие точилки наиболее безопасны и не требуют специальных навыков при заточке ножей. В большом городе вероятность кражи велосипеда возрастает в разы, поэтому оставить свой байк без замка – это большая лотерея. Наверняка своруют. Лучше всегда носить с собой надежный велозамок. Вот такой замок от фирмы Robox наверняка спасет велосипед от злоумышленников. Ведь даже его цена говорит о том, что это необычная проволока, которую легко перекусить. За свои деньги производитель гарантирует высокое качество продукта, ведь звенья замка сделаны из 4-мм закаленной стали, которая по заявлению производителя не перережется даже метровым болторезом. Цепь провизинена и не оставит царапин на байке, а сам замок в сложенном состоянии занимает очень мало места. В комплекте идет крепление, чтобы легко хранить замок прямо на велосипеде. Длина цепи – 70 см. Хотя 1 апреля уже прошло, а Хэллоуин еще не скоро, разыграть своих друзей бесценно в любое время. Коробочка-скример, из которой резко выпрыгивает паук – это лучшая пугалка всех времен и народов. Подойдет для розыгрыша и учителя, и друга, и даже родителей. Никто не останется равнодушным. Шок и сильные впечатления гарантированы. Ролики Segway Drift W1 представляют собой платформы со встроенным колесом в каждой из них, будто бы разрезали Segway на самом деле. Передвижение осуществляется наклоном тела, как на гироскутере. Причем ролики по заявлению производителя имеют отличную устойчивость и улучшенные возможности управления. Посмотрел на него обзоры и понял, что этот транспорт предназначен только для пешеходной зоны. Вообще, продукция Segway очень качественная, у меня есть самокат, который проехал уже 600 километров, и оставил только хорошее впечатление об использовании. В Segway Drift W1 применена очень качественная система самобалансировки, поэтому гироконьки будут легко и надежно удерживать на ездниках после небольшой тренировки, но ездить на них можно только по тротуару, поэтому это скорее игрушка для развлечения, но никак не средство передвижения. Правда, цена на них очень космическая, даже не смотрите, вы будете в шоке. Хорошим и нужным устройством в походе станет вот такой диск, который за счет точечного отражения света создает высокую температуру в центре. Это буквально вечная зажигалка, которая позволяет быстро что-то поджечь, используя только солнечный свет. Для Санкт-Петербурга, конечно, не очень пригодно, но вообще вещица интересная, и если наступит постапокалипсис, то такая зажигалка будет просто незаменима. Еще одно средство передвижения от Xiaomi – Скейтборд Монстра. Управляется беспроводным пультом, а также с помощью приложения в телефоне, с помощью которого можно устанавливать ограничения по скорости, смотреть пробег и менять подсветку. Подсветка на таких средствах передвижения нужна не только для красоты, но и для того, чтобы вас видели на дороге. Едет этот скейтборд за счет встроенных в передние колеса электромоторов, которые позволяют проехать на одном заряде до 12 километров. Очень даже неплохо для такого маленького устройства. Уже начался дачный сезон, и самое главное – напасть лето снова вернулось и мешает нам всем жить. Но с такой электромухобойкой все насекомые будут не страшны, и избавиться от них теперь не составит труда. Мухобойка находится под постоянным напряжением, и нужно только попасть по букашке, и она перестанет назойливо жужжать над ухом. Мухобойка безопасна для людей, так как, во-первых, напряжение очень мало. А во-вторых, сетка под током защищена от касаний людей, и разряд достанется только насекомым. Японские сладости – это всегда нечто необычное, и ребенок вдвойне удивится, если съест не просто мармеладку, а пиццу или суши, которые сделаны из десерта. Тем более, что для того, чтобы съесть этот бургер или пиццу, нужно перед этим его собрать. По цене японских сладостей, конечно, можно купить 3 килограмма печенья, но чего только не сделаешь, чтобы порадовать своего ребенка. Когда на ПК выходят игры, не предназначенные для клавиатуры, где-то грустит геймер. Вот такой проводной аркадный геймпад совместим как со всеми последними версиями Windows, так и с PlayStation 3. Геймпад станет отличной заменой неудобной клавиатуре. Этот джойстик подойдет для любых файтингов, и с ним не придется ломать пальцы, пытаясь выиграть за счет того, что ты успел правильно извернуться. Контроллер имеет 12 кнопок и удобный стик для движений, подключается к приставке посредством длинного кабеля. Всегда хотел, чтобы когда мне наступят на ногу, я ничего не почувствовал. И вот нужные кроссовки наконец-то изобрели. Такая обувь защитит от сильных ударов, падений кирпича на стройке и даже от наступания на гвозди. Они просто погнутся. Секрет терминаторской обуви прост. В кроссовке вшиты стальные пластины, защищающие ступню, пальцы и лодыжки от внезапных чрезмерных нагрузок. А за счет специальной конструкции, сила удара не придется на одну точку, а равномерно распределиться по всему ботинку, что нивелирует основной удар. Отзывов очень много, и самое главное, что я из них узнал, это то, что весят такие ботинки очень много, почти килограмм. Если в офисе совсем скучно, то можно начать по всем стрелять. Из резиночного пистолета, конечно же. Такой пистолет наверняка спровоцирует покупку еще нескольких таких же вашими коллегами на работе или друзьями на учебе. За счет того, что пистолет сделан из стали, выглядит он очень солидно, поэтому вряд ли на тебя посмотрят как на дурачка. В комплекте 200 патронов, но лучше сразу закупить еще. На первый раз точно не хватит. Чтобы изменить внешний вид салона автомобиля на более гоночный, можно начать со смены рычага КПП. Он сделан из нержавейки, поэтому прослужит долго, но его главная фишка в том, что в нем можно менять высоту ручки, что позволит сделать ход рычага более коротким. Цвет можно подобрать под окрас салона или машины, да и выглядит очень стильно, как в гоночных машинах. Лето уже наступило и если ты не успел подкачаться и прийти в форму, то такой костюм отлично подойдет для обмана красивых девушек. Типа, что ты качок и спортом все-таки занимаешься. Но на самом деле этот мускульный костюм предназначен для косплеев, чтобы с легкостью превоплотиться в любимого супергероя. Можно стать суперменом, бэтменом и даже Таносом. С таким костюмом все камни бесконечности сами придут к тебе в перчатку. Фокус, ручка сквозь купюру. Яркий, простой трюк для тех, кто хочет развеселить или разыграть своих друзей. А также подходит для любителей пощекотать нервы публики. Просто берете у кого-нибудь купюру и протыкаете ее такой ручкой, а потом купюра оказывается целой. Фокус с протыканием денег отлично вписывается в программы уличной магии или шуточек в стиле Дэвида Блейна. Конечно же ручка с подвохом, но вскрытие обмана напрямую зависит от ловкости рук волшебника. Поэтому лучше перед первым показом фокуса несколько раз потренироваться, чтобы получилось наверняка эффектно и трюк запомнился. Компания Xiaomi выпустила доступную модель проектора под названием Xiaomi Mi Project US Vision. Разрешение проектора Full HD, однако устройство может читать видеоролики с разрешением в 4К. Это очень компактное устройство, высота которого составляет всего 15 см. Проектор позволяет выдавать изображение диагональю 120 дюймов разрешением 1900 на 1080 пикселей с расстояния 3 метров. Также проектор оснащен светодиодной лампой, яркость которой составляет 500 люмен и поддерживает расширенный динамический диапазон, что позволяет ему выводить очень яркую и насыщенную картинку. Стоит добавить, что устройство оснащено двухдиапазонным модулем Wi-Fi. Лазерная очистка поверхности. Это новая технология, которая по сравнению с другими способами очистки является экологически чистой. И с помощью такого промышленного лазера можно в больших количествах очищать ржавчину с металла. Лазер имеет высокую точность и управляемость чистки, а потребление электроэнергии не будет идти как на заводе. Также лазер быстро и безболезненно счищает и краску. Отзывов пока нет, но это наверное потому, что цена на такой прибор заоблачная. Даже не смотрите на нее, за эти деньги легко можно купить себе квартиру. Тактическая каска. Разработана специально для тех, кто собирается в любом месте и в любое время следовать одному из главных советов врачей. Пить как можно больше жидкости. Идеально подходит для болельщиков. Пивная каска точно спасет от жажды и защитит от обезвоживания в жаркий день. Еще одна игрушка от Xiaomi. Ультрафиолетовая ловушка для насекомых. Удобно брать с собой на дачу или на отдых. Xiaomi обещает, что она будет заманивать насекомых и перемалывать их встроенным вентилятором. Ужас какой. Подойдет для людей, у которых аллергия на запах фумитокса. Однако отзывы противоречивы. Кто-то говорит, что это просто светящаяся коробочка, а комаров вообще не ловит. Да и ультрафиолетовый диод на самом деле просто лампочка. Но есть и хорошие отзывы. Такое подозрение, что в нашей стране разные комары. Для тех, кто всегда мечтал построить дом, но экономическое положение не позволяет такую роскошь, на Али есть миниатюрные наборы строителей. Купив несколько пачек маленьких кирпичиков, вы сможете выполнить свою мечту только в уменьшенном варианте. Подарив такой набор ребенку, вы можете зародить в нем любовь к строительству. И кто знает, может именно благодаря этому мир увидит нового архитектора с мировым именем. Этот гаджет представляет собой уникальный чехол, со сменными объективами для смартфона. Он позволяет выбирать подходящий тип съемки под конкретную ситуацию и задачу. Чехол идеально совместим с габаритами смартфона, имеет все необходимые функциональные отверстия и обеспечивает первоклассную защиту корпуса телефона. Ларс фон Триер, известный режиссер, как раз снимает на iPhone и использует подобную технику, потому что теперь огромные камеры уже не нужны. Достаточно иметь хорошие линзы в чехле. Электрический резак по коже заменит целую кучу инструментов, ведь он с легкостью расправляется с кожей, тканью, толстыми веревками и даже с пенопластом. Фишка резака в том, что он одновременно разрезает материал и запаивает края, что позволяет экономить время на обработке готового изделия. Мощность резака всего 100 ватт, а лезвие нагревается до 600 градусов. В комплекте имеется несколько съемных лезвий, комментариев к резаку немного, но все они положительные, хвалят за быструю доставку. Если вдруг произойдет внезапный пожар, то такая огнеупорная сумка защитит документы и важные вещи от резких изменений температуры. Сумка, по заявлению производителей, держит температуру до 1200 градусов, но также производитель добавляет, что сумка защитит от пожара лишь на некоторое время и долго сдерживать натиски огня не сможет. Так что очень ценные бумаги лучше все-таки хранить в более надежных местах. Блоки питания сейчас требуют все больше места и часто в разветвителе не получается занять даже половину отверстий. При этом розеток для гаджетов нужно все больше. Но на Али я нашел разветвитель-гусеницу, который может извиваться и позволяет вставлять блоки питания под удобным углом. Разветвитель состоит из шести розеток и его удобно крепить или обвить на ножке стола. Не знаю правда, насколько гибкие внутри провода, но по идее никаких сверхнагрузок они получать не должны. Чем больше ты занимаешься в зале, тем более серьезная проработка мышц тебе понадобится. Кистевой тренажер с дерзким названием Iron Arms позволяет проработать отдельные мышцы рук и поднять силовые показатели. Ручки снаряда прорезинены, поэтому можно смело потеть и не переживать, что он выскользнет. В тренажере есть несколько вариантов нагрузки и возможность разнообразить упражнения, поэтому подойдет как начинающим спортсменам, так и профессиональным силовикам. Это всем уже знакомый керамбит в необычном исполнении. Складная конструкция ножа сделана таким образом, что клинок выдвигается вперед на двух шарнирных соединениях. Преимущество данного механизма в том, что нож удобно открывать одной рукой. Правда, для того, чтобы закрыть его, необходимо одной рукой снять фиксатор клинка, второй задвинуть лезвие обратно. От себя отмечу, что таким ножом крайне удобно открывать посылки. Лень рождает новые гаджеты, поэтому для ленивых собачников сделали воздушное ружье, стреляющее теннисными шарами. Ружье легко заряжать, просто надавив дулом на шар, и вам не придется пачкать руки об слюнявый мячик, а также оно имеет разъемы для запасных мячиков. Теперь собака будет бегать дольше, ведь стреляет такое ружье дальше, чем можно кинуть рукой, если вы, конечно, не профессиональный питчер. И еще одна нужная велосипедистую вещь – это автоматический подседельный штырь. За счет рычага управления высоту седла можно менять прямо во время движения, и слезать с велосипеда, тратя на это время, больше не придется. Рычаг позволяет выставить седло в четырех позициях и менять режим поездки с бездорожья на шоссе за считанные секунды. В комментариях к товару покупатели очень довольны им, поэтому, видимо, он действительно работает как надо. Золото – это редкий металл, которым раньше украшали произведения искусства и носили только богатые люди. Теперь же разные способы добычи позволяют добывать больше золота и дешевле его продавать, поэтому пихает его теперь везде, даже в еду, ведь еда должна быть не только вкусной, но и красивой. Именно поэтому теперь стали доступны пищевые листы с золотом. Его там очень мало, и эти листы достаточно тонкие, но зато, наверное, нормально переварятся в желудке, иначе я бы не рискнул их есть. Смотрится очень неплохо. Когда мозг уже устал от огромного количества паролей в голове, а замок для гаража или в спортзале все еще нужен, такое необычное решение отлично подойдет на замену обыденного кодового замка. Комбинация пароля в таком замке программируется перемещением джойстика в определенной последовательности, которая и является кодом, открывающим замок. Мозг в этом случае работает не на запоминание цифр, а на заучивание нужных движений, и работает мышечная память, а не долговременная. Поэтому запомнить такой пароль будет проще, да и воришкам придется хорошенько повозиться, чтобы вскрыть такой замок. Те, кто смотрел фильм Евротур, могут помнить, как один из главных героев ловко прятал документы и деньги в антивор сумки, которую очень сложно найти, если ее владелец этого не хочет. Такая кобура свободно вмещает в себя документы и гаджеты, удобно крепясь на теле, имеет множество карманов, все выходы которых хорошо чувствуются, поэтому украсть что-либо из такой кобуры у воров просто не получится. Сейчас у всех клавиатур практически одинаковые характеристики, поэтому в основном все гонятся за необычным внешним видом. В этом беспроводном комплекте мышку и клавиатуру попытались сделать в ретро стиле, придав клавишам вид кнопок печатной машинки. В то же время корпус смотрится очень современно, а мышка имеет дополнительные кнопки. DPI у мышки регулируется, поэтому на такой мышке и клавиатуре можно не только работать, но и играть. Чтобы продавать больше кофе, нужно искать способы сделать это оригинальнее, поэтому предложение напитка или десерта с красивым, ярким, а главное очень точным принтом мгновенно выделит кофейню среди конкурентов и повысит ее узнаваемость. В режиме реального времени клиенты в социальных сетях будут делать бесплатную рекламу, выкладывая селфи с кофе, на котором изображенных портрет. Чтобы начать печатать, нужно поставить готовый напиток на специальную платформу принтера. Через планшет или мобильный телефон загрузить изображение. Через 20-30 секунд напиток с картинкой будет готов. И кстати, в российских магазинах такой же аппарат можно купить в два раза дороже, поэтому этот продавец однозначно в выигрыше. Для ленивых садовников сделали электросекатор. С таким аккумуляторным секатором убрать ненужные и сухие ветки в саду не составит труда, и это будет занимать не 2-3 часа, а гораздо меньше времени. За счет очень острых лезвий секатор оставляет ровный срез, и благодаря этому растение быстрее заживет и легче перенесет такие изменения. А это карманный террариум для изучения насекомых. Детская жажда знаний часто приводит к укусам неизвестных букашек и не заканчивается ничем хорошим. Помните, как хотелось в детстве рассмотреть муравья поближе, но лупа просто сжигала его. С такой ловушкой для насекомых и ребенок, и насекомые больше не будут страдать, и каждый останется при своем. Ловушка оснащена лупой для изучения мелких насекомых, после чего их можно просто отпустить. В современных палатках пытается учесть удобство и компактность, поэтому совместив гамак и шатер для кемпинга, мы получим вот такую классную штуковину. Инструкция не на русском, но на ютубе есть много видосов, где показывается, как правильно установить ее. Крепится на 3 плотных каната, которые нужно прочно привязать к деревьям или закрепить на скале, если кемпинг экстремальный. Главный плюс такой палатки в том, что насекомым пробраться в нее будет просто невозможно, а змеям и ящерицам придется очень постараться, да и на холодной земле вы не застудитесь. Выдавливание прыщей – это запретный плод, который манит многих из нас. Такая игрушка антистресс позволяет давить прыщи в свое удовольствие без вреда для кожи. Тем, кому нравится эта отвратительная привычка, о которой не принято говорить, такая штука будет очень кстати. Однако стоит задуматься, нормально это вообще или нет? Выглядит просто отвратительно, но попробовать захотелось и кстати приятного аппетита тем, кто смотрит это видео во время еды. Зеркальное панно сейчас один из самых популярных способов декорирования интерьеров, а необычная шестиугольная форма деталей позволяет очень удобно украсить помещение и придать ему особенный стиль. Цена кстати не кусается, поэтому обновить вид квартиры получится очень бюджетно. Xiaomi представила умный замок со сканером отпечатка пальца, который сделан из нержавеющей стали и выполнен в устойчивом ко взлому дизайне. От воды и пыли он защищен по стандарту IP65, поэтому дождь ему не страшен. Внутри стоит батарея, одного заряда которой должно хватить на год использования, но будем надеяться, что хватит хотя бы на велосезон. Такой рюкзак создан для передвижения и поездок по шоссе, чтобы автомобилисты точно знали, какого маневра ждать от велосипедиста. Это отличное решение для бегунов, скейтеров, велобайкеров, роллеров и тех, кто катается на самокатах. Модель оснащена мигающей светодиодной панелью, которая оповещает участников движения об изменениях направления и позволяет им лучше понимать происходящее на дороге. Помимо панели рюкзак оснащен светоотражающими полосами для дополнительной безопасности в темное время суток. Светодиодная панель управляется с помощью беспроводного пульта, который можно закрепить на руле велосипеда или мотоцикла или в специальном кармашке на лямке. Панель имеет собственный элемент питания, который заряжается с помощью USB кабеля. И снова шпионские гаджеты. Казалось бы, такой неприметно игральный кубик, чуть больше своего собрата из казино. Но такой маленький гаджет оснащен мини-камерой и может снимать видео в высоком разрешении. Этот шпионский товар точно никого не выдаст. С ним можно спокойно снимать все, что захочешь, и никто не узнает. Камеру можно носить как брелок и параллельно записывать компромат. По отзывам на Али стало понятно, что качество картинки хорошее, но запись звука не самая лучшая. Также советуют вставить карту побольше, минимум на 16 гигабайт. Плавательные ласты для рук. Предназначены для обучения плаванию и тренировкам спортсменов. Благодаря перепончатым перчаткам руки не так устают и можно плыть, нырять и грести в воде более длительное время. Также они существенно повышают скорость плавания. Поэтому если вы любитель нырять с маской или аквалангом, долго плыть не уставая и вообще чувствуете себя как рыба в воде, то такие ласты точно вам понравятся. Стоят они копейки, поэтому любителям плавания точно стоит попробовать. Отзывы только положительные. А это уже нашумевший смартфон Samsung Galaxy A50. Идеальный аппарат для повседневных нужд. Фирменный экран Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD. Подэкранный сканер отпечатка пальцев. Отличная функция Always on Display. Камера 25 мегапикселей, которая позволяет снимать видео с хорошей стабилизацией и, главное, аккумулятор на 4000 мАч, который позволяет рубиться во все мобильные игры часами. А процессор позволяет делать это на самых высоких настройках. А хотя нет, не это главное. Главное это то, что я разыграю этот смартфон среди подписчиков. Для участия от вас всего-навсего нужны подписка, колокольчик и написать любой комментарий. Итоги я опубликую у себя в паблике, как только видео соберет 15 тысяч лайков. Также кликайте по этим аннотациям, чтобы посмотреть мои новые видео. На этом все друзья, желаю всем удачи, до скорых встреч!